Мы обследовались внизу, я поговорил с вами, спросил, вопросы задавал и все. А когда на столе вы задавали вопросы, тогда же вы были под психотропом. Смотрите, как я привыкла, когда... Будешь нас учить все, что как надо делать. Просто у вас коцы отношений, это много. У нас нет в Москве, все книги закрыты, потому что у них нет. Я говорю про то, что доктор должен подготовить. Он же с тобой внизу палаты же разговаривает, обесследовал тебя. Он спросил, когда я ела в последний раз, и была ли я раньше в кое. Все, там же, она здесь все видит. Потом, когда я спрашивала, а что со мной делают сейчас? А что со мной будет потом? А через сколько я пойду, уже войду в кому? А что это за препарат? Я задавала вопросы, и я не получала ни одного ответа. Просто меня просто тупо игнорировали. Я имею право знать, что у меня входит, зачем и в каком количестве. Да, я привыкла, чтобы со мной так, вот ко мне так относились. Это не первая операция в моей жизни, и не последняя. А это у нас тоже не первая операция. Ты не первая посетка с Россией, с Украиной. Мы всех уважаем. Несколько дней назад на нашем канале распространилось видео украинки Инны Несварливой. Девушка, приехавшая в Баку для линопластики, рассказала о своих предположениях о том, что у нее была передозировка наркозом. После видео Инны, оперировавшей ее линопласт, Вугар Пархадов дал ответное интервью. Мы ей делали перед операцией, институт в палате ее обследовал, все у нее было нормально. И мы взяли ее операцию, мы ей делали операцию под общим наркозом, с газовым наркозом, севераном. Самый лучший наркоз, это считается в Азербайджане. Значит, делали наркоз общий. Где-то 3 часа продолжалась операция, но давать наркоз и просыпание где-то полчаса, но где-то с начала наркоза до просыпания приблизительно 4 часа продолжалась. Все было нормально. Также Фархадов обратил внимание на то, почему девушка оказалась в другой одежде после операции. Когда намачивается нос, вокруг носа крови, я их чищу мокрым бинтами, стерильными. И заодно мы еще работаем с аппаратом пьеса, который пьес работает только с водой. Он как, ну, за счет этого воды вот намочился ее одежда, которая, она пришла в опросонном. Потом, как она проснулась, мы ей дали, провиняли в реанимации, в реанимации ее перевели, и там мы ей поменяли ее одежду, ее одежду поменяли, чтобы она мокрая не сидела, лежала там. Она несварливая предполагает, что у нее во время операции была остановка сердца. И как там называется? Ну, электрошок. И она утверждает, что вот эти следы, которые вот здесь, это место электрошока. А вообще-то следы электрошока, доктор, да, правда, вот здесь бывает. Не так. И вообще-то в месте электрошока бывают ожогы хорошие. Хорошие ожогы бывают. А у нее ничего нет. Можно даже эксперт посмотреть, там ничего нет. И эта ожога не проходит через 2-3 дня. Эта ожога остается где-то около, сколько месяц там продолжается. Все, я думаю, что если она не верит нам и не понимает, это ее проблема.